Глубоко уважаемые коллеги, за возможность представить наш, так сказать, скромный труд нашего центра и некоторыми вопросами, некоторыми проблемами, которые связаны с внощественной меломой, поделиться с вами, да. Работа стала возможна вследствие того, что всё-таки начиная вот в середине 2000-х годов, когда появился, когда появились первые, да, ингибитор протеосом, пришёл, пришёл бортезомид, сейчас уже накоплен определённый отпад, с тех пор появились ещё некоторые новые препараты. И вот, собственно говоря, что происходит вне, за пределами клинических исследований, как вообще меняются некоторые тенденции, связанные с продолжительностью жизни пациента с внощественной меломой. Ну, прежде всего, я должен коснуться вот современного состояния, тех ключевых точек, на которые мы обращаем внимание в своей работе, да, о которых надо говорить. То есть то, что сейчас наиболее остро и обсуждается, и где-то являются уже стандартами, ну, конечно, прежде всего, это то, что если пациент имеет перспективы на возможность проведения аутотрансплантации, то он получает индукцию на режим на основе трёхкомпонентной терапии. Это может быть как комбинация между иммуномодуляторами и ингибиторами протеосом, так и комбинация, включающая химиопрепараты с ингибиторами протеосом. Далее для кандидата обязательно получают, естественно, мельфалан высокодозный. И как опции рассматривается кратковременная консолидация, и как опция может рассматриваться в некоторых случаях поддерживающая терапия. Для некандидатов пока рассматривается ВМП, РД и МПТ, хотя вот в этом году те данные, которые мы имеем, по всей видимости, говорят о том, что программа мельфалан-преднизолон-толидомид будет, скорее всего, отбрасываться постепенно. Некоторые детали, на которых тоже надо остановиться, которые все-таки отличают немножко американские стандарты, американские рекомендации от европейских, это связано с тем, что на самом деле иногда FDA регистрирует быстрее некоторые схемы, и они все-таки, ну скажем так, если мы возьмем состояние ситуации по мейломе НССН этого года, то мы можем уже увидеть, что для пациентов и кандидатов, и не кандидатов, комбинация иксозомиб, ленолидомид, дексаметазон уже рекомендуется. Если мы посмотрим на статью прошлого года Филиппа Моро, где он просто схематично представил, как происходит эволюция режима в первой линии при мейломе, да, вот если идти слева направо, что начинали молкиран-преднизолон, затем мы доказали, что ВМП лучше, чем МП, но это ВИСТА, да, исследование. Точно так же было доказано, что комбинация с талидомидом лучше, затем вот в настоящее время это вышло в то, что появился ревлемид исследования ФИОСТ, да, которое показало преимущество ленолидомида. Сейчас даже предлагается альтернирующий режим ВМП, РД. И вот современный, наиболее актуальный этап, это тогда, когда, в частности, тот же самый ревлемид будет комбинироваться с иксозомибом, с новыми моноклональными антителами, к СИД-38 с элотузомабом, даротумумабом будет карфилзомиб, будет ВМП с даротумумабом. То есть это то, что вот ангойн, так называемые, идущие трайлы. В 2016 году, на этом моменте я тоже останавливаюсь, это связано тоже с некоторыми европейскими моментами, об этом надо говорить. Что? Вот работа эта вышла в 2016 году, но ее препринт, который был в конце года отправлен, он еще не включал моноклональные антитела. То есть возможные режимы для лечения рецидивов уже вошли по малидомид, уже вошел по набиностат, карфилзомиб. Но мы можем увидеть, что здесь нет комбинации с моноклональными антителами. И тем не менее, учитывая, что в тот же месяц практически, это ноябрь 2015 года, регистрируется даротумумаб и элотузумаб для пациентов, для рецидивной множественной меломы, то вот эта часть, она как бы пошла немножко с опозданием в европейские рекомендации для рецидивных больных. И опять же, если брать НССН, 2016 год, то здесь как бы уверенно уже стоят для рецидивирующей рефрактырной меломы и даротумумаб, элотузумаб и ксозомиб, это уже рекомендации этого года. Таким образом, на настоящий момент, 2016 год, мы имеем три новых ингибитора протеосом, мы имеем карфилзомиб, ксозомиб и апрозомиб, мы имеем иммуномодуляторы по малидомиб, два моноклональных антитела и в группе гистон-деоцелазы по набиностат. Я не стал останавливаться подробно, ввиду, на некоторых исследованиях, которые на самом деле мне казались наиболее актуальными в плане того, что приходят препараты, которые, по всей видимости, продлят безрецидивную выживаемость наших больных. Вот остановился только на двух дизайнах. Почему? Потому что, во-первых, это исследование поликса Турмалайн, два исследования, в которых очень много российских центров приняло участие, в том числе и наших. Во-вторых, потому что сюда включались пациенты с достаточно широким, как говорится, критерием отбора в плане рефрактерно-рецидивирующей меломы. То есть, по всей видимости, эти препараты на самом деле что-то изменят, ввиду того, что становится доступно. Здесь речь шла о преимуществах комбинации доратумумаба с ревлемидом. И в исследовании Турмалайн, в которой много приняли участие российских центров, это исследование, которое уже демонстрирует преимущество эксозомиба, линолидомида и дексаметазона в группе рефрактерной меломы. Таким образом, вопросы к концу 2015 года ставились, на самом деле, были актуальны вопросы того, что всё-таки насколько будет сложно принимать решение, видимо, учитывая то, что у нас уже есть так или иначе два моноклональных антитела точно, у нас больше стало в группе эмидов, у нас изменился немножко профиль ингибиторов протеосон. И тем не менее, на каких точках надо останавливаться, когда мы говорим всё-таки, почему проблема рефрактерности актуальна. Вот эта работа, которая в 2011 году была опубликована, её авторы ставили вопрос, почему, грубо говоря, невозможно, если перефразировать, гливек при меломе, почему невозможно какой-то целевой такой волшебной пули, которая бы существенно драматически изменила результаты. Дело в том, что на самом деле этап прогрессии перехода нормальной стволовой клетки в клетку множественной меломы сопровождается тем, что происходят очень существенные, происходит, ну, это десятки генов должно выйти из, перейти в состояние экспрессии, наоборот, перейти в дерепрессию, то же самое десятки генов. То есть как бы на самом деле пока не является очевидным, какой сигнальный путь является принципиально важным. Это первый момент. Второй момент, это связанный с проблемой меломы высокого риска, потому что на самом деле было доказано, в 2012 году работа была, что пациент уже на момент начала лечения имеет поликлональность на момент постановки диагноза. А дальше, когда мы просто меняем терапию, по сути дела, мелома отвечает тем, что появляется преимущество, так скажем, клональное, приобретает тот или иной клон, который в конце концов определяет нам смену лечения, но так или иначе мелома отвечает более устойчивыми клонами, хотя на самом деле исходно они все уже внутри исходной опухли, как, скажем так, как слои своего рода есть. И в конце концов это все приходит к некой терминальному моменту. И, наконец, последний момент, который тоже в настоящее время не решен, это контакт с тромальных клеток костного мозга, нормальных, с опухолевыми клетками в смысле меломных, ввиду того, что как минимум из этого контакта активируются три пути, которые создают, скажем так, устойчивость, бессмертность, рефракторность клеток меломы. И каким образом мы можем на это влиять. Итак, тем не менее, каковы тенденции есть в настоящее время? На эту работу в свое время очень часто ссылались, это работа группы Радж Кумара и Роберта Кайла, которая показала, что да, на самом деле люди, которые заболели в 2001-2006 году, они стали жить дольше, да, по сравнению с другими вот декадами выявления множественной меломы. Авторы здесь ставили акцент и на появлении ингибиторов протеосом, набортизамиб, и на высокодозную терапию. Мне было интересно, насколько апдейт этой работы, что изменилось с того времени. И апдейт этот есть, он был в 2014 году, та же группа проанализировала и делает следующие выводы, что, во-первых, если пациенты получили хотя бы один новый препарат, достоверно лучше общая выживаемость. Это первый момент. Если просто на всю популяцию, на всю группу посмотреть, 2001-2005 и 2006-2010, то разницы выживаемости в общей нету. Но они обращают внимание, драматически улучшилась достоверная выживаемость лиц старше 65 лет. В группе старше 65 лет значительное улучшение медианы общей выживаемости. 5 лет против 3,2 лет. И каково место высокодозной терапии? Что здесь? Если в целом смотреть на всю популяцию, люди, получившие высокодозную терапию, живут дольше. Если посмотреть на пациентов, которые в зависимости от возраста, на молодых пациентов разницы нету. Вот здесь представлено для группы моложе 65 лет. И вот, собственно говоря, из-за чего это различие, то, на чем они ставят акцент. В группе старше 65 лет всего 21% получил высокодозную терапию, и эта группа живет дольше. Медианы в группе, получивших аут, они достигнуты в сравнении с тремя годами для пациентов старше 65 лет, которые получали стандартное лечение. То есть, с одной стороны, и новые молекулы, как бы такой парадокс возникает, и высокодозная консолидация прежде всего оторвала, в современный этап забросила людей старше 65 лет. Итак, то, что касается нашего обзора, нашей работы. Когда появились новые препараты, конечно, отчет времени я для себя беру с 2006-2005 год, когда пришел бортезомид. Ну, в 2007 год это был пик, он уже стал повсеместно доступен, безусловно. Да, основные модели сводились к тому, интенсивные пациенты, которых надо было лечить интенсивно, в том числе кандидаты на ауто, это терапия ПАД, все остальные пациенты, которые не кандидаты, это ВМП. Я как бы для себя разделил это все на три полюса, да, основные. Вот самая большая группа, которая стала, у которой продлилась жизнь, это люди, которые уже к середине 2000-х годов, они были залечены, они уже прошли стаж определенных алкилирующих препаратов, и они имели, как бы, ну, такое довольно серьезное прогрессирование. И тут, соответственно, появляются комбинации с включением бортезомиба, в том числе там программа ПАД, и у людей еще получается там 3,5-4-5 лет жизни. С другой стороны, это работа нашего центра, которая была начата для молодых пациентов, когда мы стали интенсивно проводить программу ПАД, в том числе в наших условиях стали после 4 грамм на метр циклофосфана мобилизовывать и креоконсервировать стволовые клетки. Это большая для нас была проблема, потому что вопрос креоконсервации оставался открытым. Мы доказывали жизни, доказывали качество трансплантата, в том числе и в онкологический центр отправляли наши образцы. Это вот молодые пациенты. И, наконец, самый крайний полис работы, который попадает на новые препараты, это пациенты, которые имеют тяжелую нефропатию. В данной ситуации, если пациент был диализ 3 раза в неделю, уже гиперкалимия, у него уже креатинин высокий, и он при этом еще имеет хроническую сердечную недостаточность, то есть коморбидный, да, и мы можем за счет того, что у нас новая комбинация получается, там вилкейт и дорубицин в сниженных дозах и дексаметазон, довести пациента до снятия с диализа, затем перевести на ВМП и снять с диализа вообще. И, соответственно, потом, когда мы смотрим на всю популяцию в целом, то есть не на один случай, а группу всех пациентов с нефропатией, которые имели нефропатию на первом этапе, и нефропатию в прогрессии. И, соответственно, показатели креатинина до и после о том, что да, на самом деле эти программы с включением бортозамиба существенно стали продлевать нам эффекты, которых мы не видели до этого. Настоящий этап вот с 2012 года, тот, который, по всей видимости, в обработке будет готов уже к сентябрю, это, собственно говоря, то, что подытожит нам приход линолидомида, потому что какие-то выводы можно будет делать, потому что, опять же, на линолидомид попадали люди, которые уже сорвались с терапии с бортозамибом, в том числе диализные, пациенты с рецидивами после ауто- и алатрансплантаций, или пациенты просто очень сильно залеченные, но которые, грубо говоря, до препарата дожили, и, соответственно, получили длительную, полную или очень хорошую частичную ремиссию от 7 месяцев до 3 лет и более на фоне линолидомида. Таким образом, какие моменты я бы хотел представить и о чем мы можем уже говорить? Ну, прежде всего, вся мелома мы как-то стараемся так последние, наверное, лет 10 тотально регистрироваться, таким образом, чтобы все данные о смерти наших пациентов или о явках попадали в одну статистическую базу, соответственно, мы накладываем на нее факторы риска, которые у нас есть в нашей популяции, и, соответственно, новые препараты, которые приходят. Сейчас пока я могу говорить из 230 случаях о 140 случаях, где можно говорить о 10-летней выживаемости. Это тотально сплошная выборка, здесь нет никакой селекции, то есть это пациенты, половина из них, это третья стадия, это продвинутая группа, до 30% имеют меломную нефропатию, каждый пятый имел мягкотканные очаги. Эволюция режима в химиотерапии, представленная, долго на ней оставаться не буду. Конечно, чемпионами по применению, как и в любом центре, это ПАД, ВМП. Более того, часть пациентов получали химиотерапию, а затем уже подключались режимы с бортозамибом. Это небольшая популяция, 24 пациентов, как раз в 2007-2006 годах. И, соответственно, уже к четвертой линии, на третьей, четвертой линии к нам стал приходить ревлемид, и, соответственно, эта группа тоже начала накапливаться. О чем мы можем говорить? Мы можем говорить о том, что медиан общей выживаемости сейчас у нас в этой группе составляет 6,2 лет. Более 6 лет. Это, конечно, немало, это неплохо. Это неплохо, подчеркиваю еще при том, что надо подчеркнуть, не более 10% наших пациентов получают ауто. И, соответственно, то, что половина переживает 6 лет, это как бы момент такой есть. На этапе группы, которая была выявлена в 2002-2006 годы, это 47 месяцев была медиана. Максимальный срок наблюдения у нас сейчас составляет 266 месяцев. Если мы посмотрим на две эти популяции ряда, мы видим следующий момент. 110 пациентов популяция 2002-2006 годы, и вот она, эта популяция 140 пациентов с 2007 по 2014 год. Мы, если вот я здесь привожу результаты исключительно в терминах общей выживаемости, время от диагноза до смерти, и мы видим, что более двух лет у нас происходит смещение в сторону увеличения времени до смерти наших больных. Бессмысленно при популяционном анализе говорить о преимуществе или недостатке тех или иных режимов химиотерапии, потому что это не рандомизированные данные. Но однозначные тенденции мы говорить можем о том, что трехкомпонентные схемы все-таки они выигрывают, и что все-таки пациенты, которые получают какие-то двухкомпонентные режимы по причине коморбидности или по причине каких-то ограничений, это всегда хуже. То, что касается однофакторных каких-то вещей, однофакторного анализа, прежде всего, конечно, среди всех параметров, которые мы имеем, хуже всего это группа нефропатия. Причем есть понятия просто, да, под стадия Б, где достоверно хуже, а есть среди них наиболее худшие, это которых мы забираем с диализа. Актуальным представляется также стадирование по ССС, потому что на самом деле люди со второй и с третьей стадии, то, что было отмечено в ряде зарубежных работ, вторая и третья стадии практически сейчас сливаются. То, что достоверно лучше, это когда, конечно, бета-2 микроглобулин меньше трех с половиной. И некоторая тенденция в ухудшении общей выживаемости для мужчин. То, что касается мягкотканных очагов в дебюте, тоже было для нас несколько находкой, потому что мы контролировали топику размера и количества мягкотканных очагов, готовим еще анализы по связи с размерами, но на самом деле, еще раз, если говорить в дебюте, от количества очагов, более двух или ноль, влияния на общую выживаемость, на общую выживаемость, я подчеркиваю, отмечено не было. И то, что касается ответов. Когда мы приступали к анализу, на самом деле мы со скепсисом относились к тому, что на самом деле вот группа полной ремиссии, очень хорошей частичной ремиссии для мейломы в нашей ситуации, когда все-таки аута выполняется сравнительно нечасто, но тем не менее тенденция налицо. Больше шанса выйти на плату людям, которые имели частичную ремиссию или полную ремиссию, плюс очень хорошую частичную. Это влияние ответа на общую выживаемость. Таким образом, то, что сейчас мы, по крайней мере, имеем, мы имеем высокий риск короткой общей выживаемости для людей, которые получают двухкомпонентную комбинацию, ту же самую ВД, это как бы собственные данные. Я не исключаю, что где-то там в другом центре, может быть, это было бы по-другому. Что существенно снижается риск короткой выживаемости при достижении полноты ответа, и что, к сожалению, независимое значение до сих пор имеет третья стадия по СССР, всё-таки пока биологически сместить здесь результат, даже с учётом современной терапии, не всегда возможно. Я бы остановился на следующих выводах. Это то, что прежде всего, по крайней мере, по нашей популяции мы видим, что всё-таки изменение в общей выживаемости происходит за счёт новых препаратов, а не за счёт высокодозной терапии. Что, по всей видимости, комбинации с новыми препаратами могут нивелировать негативное влияние некоторых факторов риска, и то, что благоприятное влияние ответа на общую выживаемость, на самом деле такая тенденция есть, но требует дальнейшего наблюдения. Большое спасибо за внимание.